Дай-ка угадаю, ты ходишь только на превратника, потому что боишься драться с тентаклями. Но что если я покажу тебе это? Здорово, правда? В общем да, как вы уже догадались, это очередное видео про оружие, которым практически никто не пользуется, думая, что оно плохое или бесполезное. Но ведь истинные ауды знают, что на самом деле имба. Итак, гвоздь сегодняшнего выпуска Скоростной Арбалет. Само по себе это оружие действительно бесполезное, но зато критует по врагам, которые обездвижены. Сам Арбалет при этом тоже обездвиживает, но с небольшим шансом и совсем ненадолго, так что большая часть стрелок почти не наносит урона. Что ж, если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе. У нас есть Капкан и у нас есть Живая Граната. Оба скилла обездвиживают противника и вот вид совпадения, тоже сурвово-тактические. Накидываем, получаем 100% крит и ощущаем бешеный прирост урона. Казалось бы, анти-бугурт, но есть один нюанс. Арбалет скоростной, а это значит, что стрелы очень быстро заканчиваются. Не вопрос, берём мутацию Бейбрибазы. Теперь стрел в два раза больше и хватит на любого противника. Если вы жирнич, то можно взять любой щит и к нему мутацию Слепая Вера, которая уменьшает кулдауны за каждое парирование. И уменьшение, кстати, скейлится аж до 5 секунд. Если вы Стеклопушка, можно по традиции взять Хакута, благо он тактический, и мутацию Поддержка, чтобы получить доп. урон за Капкан. Если честно, я не особый любитель Стекла в Dead Cells, но если уж с зелёным билдом всё падает быстро, то с этим уж точно проблем не будет. Ну и самое главное, что нам здесь нужно, это всеми забытая, никому не нужная мутация Инстинкт Оружейного Мастерства. Для тех, кто не в курсе, поясню. Эта мутация выпадает с копейщиков в замке и уменьшает время восстановления навыков за каждый крит. Начале время очень маленькое, но оно скейлится с основной статы и доходит до секунды. Кинул Капкан, пошёл настреливать, криты работают, и так можно делать до бесконечности. И да, момент, который я показал в начале видео, заключается как раз в том, что можно застанлочить Конъюнктивиусу так, что он не будет спавнить Тентакли. Для этого потребуется 2 Капкана и бонус к урону. Мутация Поддержка, плюс 100 или 300% урона по себе и врагам, а ещё можно легко наролять яд на Капкане и двойной урон по ядовитым на арбалете. Смотрите, в начале боя прыгаем сразу на центр, кидаем Капкан и отходим в сторону так, чтобы он полетел на нас и попал прямо... Прямо, блять! Прыгаем на центр, кидаем Капкан, отходим в сторону, он попадает в Капкан, и вы просто непрерывно его расстреливаете и кидаете Капканы так, чтобы при выходе из одного он сразу попадал в другой. Главное не переставать стрелять, иначе после Капкана заспаунятся все общие Тентакли, которые были скипнуты. Anyway, одним постфайтом этот билд не ограничивается. Он прекрасно работает на привратнике, на таймкипере, кстати, вторая фаза таймкипера тоже быстро скипается, и на деснице. А вот на гиганте не работает вообще. Капкан не держит его руки, арбалет не целится вверх. ГГ. Коллектора мне заснять не довелось, но, думаю, проблем с ним никаких не будет. Он просто будет стоять в Капкане и пытаться делать свои тычки. На сегодня все, и прежде чем закончить это видео, хочу сообщить радостную новость. Мы одновременно достигли 100 подписчиков на Ютубе и 500 фолловеров на Твиче, в честь чего я проведу челлендж на прохождение клеток с проклятым мечом. Челлендж будет в прямом эфире на Твиче, точную дату пока, к сожалению, назвать не могу, поскольку я немного приболел. В любом случае, залетайте на Твич, залетайте к нам в Дискорд, я обо всем напишу, точно не пропустите. До скорых встреч и большое спасибо всем за поддержку.